Всем доброе утро! Сегодня 19 марта 2024 года, вторник, город Харьков, на улице плюс 4. На улице пасмурно, практически без ветра и идет дождь. Сегодня встало в 5 часов 39 минут, зайдет солнышко в 17 часов 47 минут, долгота дня сегодня 12 часов 8 минут. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюс 8, ночью опустится до плюс 3, практически весь день будет идти дождь, осадки прекратятся только поздно вечером. Ветер будет 4 метра в секунду, влажность 95%. Всем доброе утро! Вы нашу погоду увидели, у нас идет дождь. Дождь тоже нужен, земля нуждается сейчас во влаге, потому что в некоторых местах, вот когда уже немножко размерзлась земля, она начала трескаться. Это хорошо будет для деревьев, для кустарников и в целом для огорода. Ну ладно, есть, как говорится, всякая погода благодать. Вчера, как я обещала вам, у нас все-таки выступило солнышко, но оно всячески пряталось за тучками. Только выступит, погреет, 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 такие солнечные лучи, и тут тучка на нее набегает, и опять оно спряталось, и опять пасмурно. И так было несколько раз. Но в целом, я все-таки угадала, солнышко у нас было, правда, во второй половине дня. И так было классно и замечательно. Оно светило нам в наш этот забор между нашими, между нами и соседями. Оно отбивает, он зеркальный, вот, ну хоть какой-то позитивчик от такого забора. И, конечно, как-то оно, ну, грело душу, знаете, поднимало настроение, что все-таки солнышко к нам пришло. Вчера я все-таки ездила, купила, походила, как я всегда люблю, тщательнейшим образом походить, посмотреть. Да, купила, так скажем, еле привезла все это домой, там то по акциям покупала, подешевле, что это самое. В общем, я довольна, я вам даже не передам как, понакупила всего и суповых наборов, и там губки по акциям. Ну, вот это для того, чтобы мыться, потому что в АТБ все это дороже. Ну, в общем, класс, тоже нормальный магазин, но только отдельные позиции, и надо просто ходить и искать. Не просто забежал, разбежался, как говорится, быстренько-быстренько-быстренько, там надо все было детально смотреть. Купила, привезла, все нормально, ну, в целом я довольна. Я довольна, потому что купила, сэкономила деньги, потому что я знаю цены в АТБ и в нашем посаде, здесь дороже. Ну, спасибо и за то, что делают акции, за то, что мы таким образом можем экономить деньги, и весьма существенные деньги. Ну, хоть и не в очень удобном он месте находится, там до, скажем так, нашей маршрутки еще идти-идти, но ладно, хотя бы так. В любом случае, тот же самый класс у нас находится, скажем так, через несколько поселков от нас, но туда мне вообще не с руки. Назад маршрутка едет другим, другой улицей, вообще поэтому, ну, никак. Тем более, с сумками идти, это все, в общем, это очень неудобно. А здесь привозят прямо на нашу остановку. И это, конечно, здорово. Нафоткала я цен, я хожу уже, я уже привыкла просто это делать, как-то, не знаю, уже так приловчилась, посмотрела, что могла, купила. Но вчера я просто выпустить забыла цены. Я была занята с полей. По полной программе у нас алгебра, которую мы не могли разобрать. Это был ужас и кошмар. И не только алгебра, и геометрия, и там, в общем, это отдельное видео надо делать. И я вчера уже спохватилась. Это было, наверное, ну, около восьми вечера. Я решила уже, думаю, нет, не буду ничего выкладывать. Один день, не страшно, если я пропущу. В конце концов, я решаю, что и когда выкладывать на канале. И вчера выложила одного котика. Котик, знаете, я очень люблю вообще, на самом деле, животных. И вот, когда есть возможность, я обязательно их снимаю. Котик, который разговаривает. Он мне так жаловался, наверное, не знаю. В общем, я это выложила, как могла, показала. Вот. Поэтому извиняюсь, кто ждал вчера цен, но, извините, есть форс-мажоры. Поэтому вчера, так скажем, было одно видео только мое. Ну, и котик этот. А потом, ну, может быть, сегодня, дай бог, все нормально будет. Хотя сегодня у меня очень много работы накопилось. И за вчера. И, ну, в общем, текущая работа, тех, кто знает, и кто сам живет, особенно в частном доме, те знают, что работу тут всю не переделаешь никогда. Но все равно нужно ее делать, иначе это будут просто завалы какие-то. И невозможно будет потом вообще ничего разгрести. Сегодня я встала рано. Честно вам признаюсь, это было полпятого. Не спалось вообще. Хотя, казалось бы, на улице дождик, но не спалось. Все. Вы знаете, я сегодня встала, пока там вот эти все вопросы, то поставила чай, то-то-то-то. И встаешь и думаешь, боже мой, скоро надо писать список того, собственно говоря, что надо делать. Собственно, я так и делаю, но это иногда просто забываешь вычеркивать, теряешь этот список в течение дня и просто забываешь, что надо еще сделать. Поэтому встала я сегодня рано. Думаю, нет, надо и видео снять, и плюс еще и стирку включить, и то сделать. В общем, куча работы, которую за меня никто никогда не сделает. Вот, а на улицу, как вы понимаете, ну, не летная похода, но сегодня я посмотрю. Вот, если будет возможность, конечно, схожу в магазин. Если нет, в принципе, у нас все есть. Ну, там видно будет, посмотрим. Если будет идти дождь, то по дождю, конечно, очень не хочется ходить. Ну, оговорюсь, хожу я пока в пуховике. Почему? Я мерзлячка, я хожу в шапке. Вы знаете, на то, что плюс, вы знаете, на улице очень мерзко. Одевать какую-то весеннюю корточку, она у меня есть, все. Но в корточке будет холодно. Заболеть по нынешним ценам на лекарства не хочется. Поэтому мы по старинке ходим еще одетые, я и муж. Потому что оно холодно, правда, сыро выходишь, так мерзко. Ну, как говорится, что ж поделать. Весна нам преподносит какие-то сюрпризы, на которые мы не можем никак повлиять. К сожалению или к счастью, не знаю. Но, тем не менее, в любом случае, надо подстраиваться под погоду, какая есть. Ну, а то, что дождик, будем надеяться, что этот дождик будет плодотворным для почвы. И мы уже как-нибудь потерпим. Подстраиваться все равно надо. Но пусть идет. То, что он закончится под вечер, это, в принципе, очень даже хорошо. Этот супчик варил муж Андрюша. Сварен он из свиных суповых наборов и куриного части. Да, свинину мы так не кушаем, но иногда косточки свиные на суп покупаем. Значит, здесь картошечка, рис, грибы, шампиньоны и одна из, так скажем, суповых овощных смесей, точнее. Андрюша засыпал. Ну, в общем, на скорую руку получился такой супчик. Вот. Я единственное, что я шум снимала. Я со суповых наборов обдирала уже я. И вот здесь вот оно есть. Как могла, пообдирала. Ну, а косточки... Косточки у нас мы отдаем или котикам, или собачке. Вносим на улицу. Вот так вот мы поступаем. Подкармливаем бездомных. Вот. А нам супик такой будет. Всем приятного аппетита. Ну, что, все я вам рассказала. Сегодня у меня большой, так скажем, рабочий день. Плюс после этого помогать еще поле надо. Ну, поэтому встаю как можно раньше. В принципе, и спать-то не сильно хочется. Не знаю, почему. То ли весна пришла, как-то зимой всегда хочется поспать дольше. В общем, не знаю. Но сегодня всем хорошей погоды. Желаю мира, позитива, хорошего настроения в душе. Потому что мы должны это генерировать. Без этого, без настроя внутри своего же организма мы ничего не можем делать дальше. То есть, короче, настраиваем себя на позитив, на хорошую весну, на хорошую погоду и на хорошее настроение. Ну, всем пока. До завтра.